Донецк Оставалось всего несколько минут для того, чтобы приземлиться, но по непонятным причинам, которые предстоит выяснить следствию, самолет не смог совершить мягкую посадку Гендиректор авиапредприятия собственника заявляет, борт был исправен Командир судна говорит о тумане, а одна из предварительных версий прокуратуры теракт Сделать окончательные выводы должна помочь расшифровка черного ящика, на что потребуется время Тем временем тела погибших уже доставлены в Одессу Итак, прямо сейчас, хронология случившегося и первые версии Самолет разрушен Разрушен, сильно разрушен Относительно Трагические события среды 13-го разворачивались по такому сценарию Около 6 вечера самолет, следовавший из Одессы, пытался приземлиться в Донецком аэропорту, но вдруг судно потеряло управление и упало между взлетными полосами При падении Ан-24 пронесло по земле на километр, после чего он перевернулся и раскололся напополам После того, как в диспетчерской исчезла связь с бортом, на место происшествия бросилась аварийно-спасательная служба Самолет опрокинутый и вверх ногами находится Мы производим сейчас извлечение и поиск возможно находящихся в самолете еще людей После крушения, как говорят сами пассажиры, в самолете возле него случился пожар, который успели вовремя потушить МЧС работала оперативно и не допустила возгорания самолета А именно горела полоса из керосина, по которой двигался по траектории самолет Пеной своевременно это все загасили И самое главное, что не было, кроме этого, допущено никаких жертв среди людей В первые минуты трагедии никто не мог определить, сколько же человек было на борту аварийного рейса Как и то, сколько пострадавших и если погибшее чудо не случилось Спустя некоторое время аварийно-спасательных работ начала поступать информация о том, что выжили не все К Полуноче стало известно, что таких 5 человек из 52 пассажиров рейса Одесса-Донецк До этого бойцы МЧС рапортовали 39 спасенных, которым удалось выбраться наружу, протиснувшись в образовавшуюся трещину Были люди зажаты в сиденьях самолета, то есть самолет полностью перевернуло верх ногами По большому счету произошел надлом кресел То есть именно за счет трещины, которая образовалась в самолете при падении Нам удалось выбраться из самолета до его возгорания Тех, кто самостоятельно мог передвигаться, доставили в здание аэропорта Среди них были и члены экипажа Первой на помощь пострадавшим бросилась штатный врач Ирина Яковлева У людей были травмы, не было ожогов, были травмы, переломы, раны, ссадины, ушибы Все, всех госпитализировали, которые легкие отказались от госпитализации И все предоставлено здесь Среди спасенных большая часть пассажиров К полдевятого вечера стало известно погибших четверо Неизвестной оставалась только судьба одного человека, которого спасатели пытались извлечь из-под обломков Тех, кто получил серьезные повреждения в шоковом состоянии, доставили в областную травматологическую больницу Авиакатастрофа случилась в считанные секунды, вспоминает пассажир чартерного рейса Это было уже все, это был такой удар, как-то оно получилось, так что все крутилось так, что, не знаю, не могу сказать Мне просто, мне было тяжело, с обломка вылезть, я увидел, что я живой, это нормально Да, все это, и уже когда я видел, что идет пламя, все это, я кричал, не надо ко мне, я сам выйду, чтобы помогали другим Те, которые не смогут сами вылезть Среди них и пилот лайнера Он получил незначительные ушибы Госпитализированы 8 человек, из них двое в реанимации находятся под аппаратом искусственной вентиляции легких У большинства пострадавших переломы и рваные раны с повреждением сухожилий Троим предстоят операции Есть повреждения шейного отдела позвоночника, повреждения позвоночника, вот лежат в нейрохирургии двое больных Кроме того, у нас серьезная торакотравма, люди находятся сейчас в реанимации, они получают интенсивную терапию по поводу именно затруднений витальных показателей То есть показатели, которые сопровождаются границей жизни и смерти, то есть необходимости Но угрозы, непосредственные угрозы жизни, их нет, поэтому мы оцениваем их как средняя жизнь На время, пока из самолета извлекали тела погибших, воздушные ворота Донецка были закрыты Все пассажиры, что находились на борту самолета, футбольные болельщики и летели на матч Лиги чемпионов между Шахтером и Дормутской Барусией Который в тот день закончился со счетом 2-2 В ту ночь игра началась с минуты молчания Спустя два часа аварийно-спасательных работ стало известно о пяти пострадавших Войсковые работы не прекращались даже на следующий день На месте авиакатастрофы создали комиссию во главе с вице-премьером Украины Александром Викулом Которая предстоит выяснить причины аварии На контроль ситуацию взял и премьер-министр За расследование причин крушения Ан-24 взялось и нас в бюро расследований авиапроисшествий В ближих полуночи стали известны имена погибших в авиакатастрофе Среди них советник председателя Одесского облсовета Валерий Бабков На следующий день коллеги почтили его и память других одесситов, погибших при аварийной посадке минутой молчания На эту минуту установлена смерть пяти человек Я прошу почтить их память минутой молчания Прошу садиться В основном в самолете находились чиновники, руководители силовых структур, представители бизнеса По факту нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее гибель людей, прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело Сейчас же делать выводы пока рано На сегодняшний момент идет расследование Сегодня будут сняты так называемые черные ящики И после этого уже можно будет делать выводы Госавиаслужба приостановила работу авиакомпании Южной авиалинии, которой принадлежит рухнувший самолет По данным главы правительственной комиссии, потерпевший крушение порт был 1973 года, то есть ему 40 лет Сейчас у авиакомпании, занимавшейся чартерными перевозками, осталось всего три самолета Известно также, что перед вылетом были проверены все летные книжки пилотов Они имели допуски к полетам Это чартерный рейс был вне расписания То есть это у нас есть чартерный рейс, который находится довольно давно в расписании Это рейс не в расписании На борту были болельщики Самолет 48 местный Версии крушения будут известны после расшифровки черных ящиков, на что потребуется, по словам специалистов, минимум неделя Некоторые из них озвучил гендиректор компании авиаперевозчика Он настаивает, несмотря на почтенный возраст, из Одессы порт вылетел в исправном состоянии Произошло не из-за того, что какая-то неисправность самолету Произошло из-за тумана Попросту говоря, так Ну, я думаю, что это человеческий фактор Сыграло, может быть, какую-то роль То, что Донецк, хотели все попасть на футбол именно в Донецк Самолета было необходимое количество запас топлива Для того, чтобы безопасно уходить в любой аэропорт Украины Почему случилась катастрофа, предположил и командир воздушного судна По словам летчика, в аэропорту был туман, из-за чего взлетно-посадочную полосу периодически не было видно Плохие погодные металлословия Ну, то есть, туман Туман Не стоит исчезать Было принято решение уходить на второй круг Плохо было видно Я точнее вообще не был Именно в этот момент себе произошло Вы круг успели сделать, а потом не помочь У пилота перелом левой руки ему предстоит операция В Донецком же аэропорту настаивают Самолет должен был приземлиться благополучно Так как диспетчеры предоставили экипажу полную информацию об обстановке Между тем, своя предварительная версия случившегося у прокуратуры Донецкой области Владимир Вышинский считает Причина могла быть в том, что при заходе на посадку левым крылом Самолет протаранил 10-метровую метеовышку А правым и двигателем землю При заходе на посадку самолет задел метеовышку высотой 10 метров И после этого левым крылом, правым крылом зацепил землю Затем зацепил землю и правым двигателем, лопастями правого двигателя После чего перелетел через рулежную дорожку И уже на грунте перевернулся и раскалывался Как следует расследовать причины авиакатастрофы Правоохранителей призвал президент Виктор Янукович Облупрокуратуре стал известен тот факт, что 5 пассажиров самолета почему-то не прошли регистрацию Почему, теперь предстоит выяснить одесским следователям Интересно, что всего посадочных мест в самолете 48 А по официальным данным на борту вместе с экипажем было 52 человека Не был ли самолет перегружен? Это также предстоит выяснить следствию Все погибшие в авиакатастрофе в Донецке Мужчины, их имена стали известны на второй день после трагедии Совершенно точно названы фамилии трех А вот еще двоих ожидает тщательное опознание Что касается пострадавших Среди них 4 члена экипажа Депутаты Одесского облсовета Работники прокуратуры и другие Каждый из них по отдельности уже на второй день Кто самолетом, кто поездом, а кто личным транспортом Вернулись домой Семьям погибшим пассажиров правительство обещало выделить по 100 тысяч гривен Не успели увидеть программу полностью? Смотрите повтор по будням Традиционно напоминаю телефоне горячую линию, что сейчас на экране С его помощью вы напрямую сможете дозвониться в редакцию И еще, хотите высказаться о наболевшем? У вас будет такая возможность Программа «Человеческий фактор» отправляется на центральной площади городов Донецкой области, чтобы поговорить о ваших проблемах Где и как с нами встретиться, вы узнаете в следующих выпусках До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok